Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Что подарят регионы столице в день 20-летия Астаны? В Тайпакском сельском округе откроют новую школу. Вместо аварийной постройки 50-х годов прошлого века в селе Шабдаржаб возвели новое здание почти на 200 учащихся. Допт населения перед АО «ЖАЭК Теплоэнерго» за тепло и горячую воду составляет более 500 миллионов тенге. Например, жители вот этого дома по Акароленко-32 задолжали 640 тысяч тенге. На аллее звезд перед летним амфитеатром в Витебске будет заложена очередная звезда, на этот раз в честь Розы Рымбаевой. Пройдет и День Казахстана под девизом «Искусство Великой Степи». Об этом стало известно на брифинге ВСТК. Скромный белорусский город Витебск ежегодно притягивает к себе множество гостей. Культурный форум пройдет с 12 по 16 июля. Программа фестиваля сверстана. На нем выступят Николай Басков, Ваенга, Тимати и Муми Троль. Сейчас идет реализация билетов. Продано и забронировано более 60 тысяч билетов. На пресс-конференцию пригласили Розу Румбаеву. Она обладательница титулов «Золотой голос страны» и «Соловей Средней Азии». Пожалуй, самая известная и странная певица казахского происхождения. Выступает на сцене уже 53 года. В конце 70-х она пользовалась всесоюзной популярностью, занимая третью строчку рейтинга «Десятки лучших». Она рассказала о Славянском базаре. От Казахстана в этом конкурсе будет участвовать Ернар Садырбаев. Журналисты спросили его, как он собирается стать знаменитым после Ернара Айдара. Певец отказался отвечать на такой вопрос, и Роза Румбаева ответила за него. Ернар Айдар – певец, который исполняет узбекские или турецкие песни на свадьбах. А этот наш мальчик, сегодняшний Ернар – певец, который участвует в конкурсах, показывает свое мастерство на международном уровне. Соревнуется с зарубежными исполнителями и показывает творчество согласно этому формату. Поэтому я не могу сравнивать Ернара и этого Ернара. Извините. Журналистов интересовало, почему Ернар, который до этого пел под псевдонимом Амре, изменил имя. Кстати, Амре – советский тенор. Он стал первым советским певцом, который ознакомил Европу с песенным искусством казахского народа. Преследовался НКВД в связи с подозрениями во встрече с аллашардинцем Мустафой Шухаем в Париже. После этого неожиданно был найден мертвым ночью на одной из улиц Алматы. За день до премьеры главной роли Тюлигена в опере «Кожибек». И теперь стало известно, что использовать имя Амре, который стал известным без интернета, не так-то просто. Да, я объясню, наверное, почему артист выступает не под старым своим именем. Нам, на самом деле, могу честно сказать, очень нравится псевдоним Амре. Но у Амре еще нету, у этого псевдонима еще нету полной очистки авторской. То есть переговоры, как только пройдут, к тому же будет видно. В любом случае, на всех международных конкурсах артист обычно выступает под своим настоящим именем. То есть она идет всегда в кавычках, поэтому как-то так поставили. То есть время покажет. Напомним, Жан Муканов, который так рьяно защищает певца, известен как экс-продюсер Тюрегали Тюряля. Они перестали сотрудничать в ноябре 2017-го. Причиной разрыва контракта послужила жадность исполнителя, уверен продюсер. По словам продюсера, именно он придумал бренд Олодала Баласа. Боржан Шейхмет Ахмеяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Президент Назарбаев открыл новый парк и пешеходный мост в Астане. 1 июля в Казахстане отмечается Национальный день Домбры. Но в Астане, кроме празднования, намечено открытие нескольких важных городских объектов. Это парк ЖТСУ и нового пешеходного моста через Есиль. Их лично посетил президент республики Нурсултан Назарбаев. Сначала на площади перед монументом Казах-Еле прошел торжественный концерт, посвященный празднованию Дню Домбры. Добавим, Национальный день Домбры в Казахстане утвержден в этом году и будет отмечаться ежегодно, каждое первое воскресенье июля. После этого президент открыл парк ЖТСУ. Скульптурные композиции каравана, порт, россыпь яблок с Оржина, Шарынский каньон, уай-фай дерево – все это можно увидеть в новом парке. Такой подарок столице сделала Алматинская область. Через весь парк проходит велодорожка протяженностью 1200 метров. Зимой она будет использоваться как лыжероллерная трасса. В завершении своей поездки по Астане президент лично осмотрел новый велопешеходный мост через реку Ессель. Презентацию ему устроил аким столицы Осетий Секешев. Напомним, этот мост является подарком Атравской области к юбилею столицы. Мост обеспечил связь пешеходных потоков и велосипедной сети парковой зоны и набережной линии правого берега. Посередине установили бронзового Каспийского осетра, которому желающие смогут потереть нос на удачу. Все области принимают участие в праздновании 20 лет. Только что я был в Алматинской области, где-то сегодня парк открыл. Прекрасно, для людей. А это вот Атравский мост будет. Атравский мост приехал, чтобы людям было спокойно переходить сюда и сюда. Поздравляю вас 20-летним Астаны. А сегодня президент Казахстана посетил открытую экспозицию музея ракетно-космической техники, построенную Казалардинской областью в рамках проекта «Регионы в дар столице». Музей расположен на территории Национального космического центра «Казахстан-Гарш-Сапара». В открытой экспозиции выставлены макеты ракетоносителей «Союз», «Протон-Зенит», а также орбитального корабля «Бурар». Боуржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Новый праздник появился в Казахстане. Национальный день Домбры, утвержденный президентом, станет ежегодным. А праздноваться будет в первое воскресенье июля. Домбра знаменует собой духовное возрождение, национальную культуру и символ народа. О том, как прошел праздник в Западном Казахстане, расскажет наш корреспондент. Знаменитых и любимых народом домбристов подарила при Урале. Это Дина Нурпиесова, Кормогазы, Сейтек и многие другие. Все они стали основателями музыкальной культуры, память о которых не должна угаснуть. У памятника Динью Кормогазы в Уральске состоялась первая из ряда мероприятий, посвященных Национальному дню Домбры. Затем праздник переместился на площадь первого президента, и на площадке выступали не только именитые мастера, но и начинающие таланты, дети и взрослые. Каждый из них по своим причинам увлекся домброй, объединяет их одно – это любовь к народной музыке. Правда, пока не все произведения даются с легкостью, но исполнители, по их признанию, прилагают все усилия. Ну, просто я учился в казахской школе, и там у нас был предмет, на котором мы играли, ну, музыка, на котором мы играли на домбре. Сначала были проблемы с этим, мы потом решили пойти на домбру, а потом уже мне самому понравилось, потому что довольно красивый инструмент. Ну, например, есть шигер у Дина Норпийсова. Ну, или, например, не совсем сложный, но пока еще для меня трудный в освоении – это Адая Хруангаза. Адая Хруангаза Участники мероприятия говорят, что, наконец-то, самый любимый инциональный инструмент получил свое особое место. В календаре праздник в домбра впервые, а в душах народов – целую вечность. Мы много лет ждали этого дня, и вот он наступил. Весь народ рад этому. Домбра – это летопись казахов, это вечный инструмент и наши сокровища. Как никакой другой инструмент передает всю суть, духовность народа. И для меня домбра – это суть жизни. Как отметил сегодня заместитель Акима области, домбра – это отражение сути и духа народа. Мы должны гордиться этим, учить подрастающее поколение музыкальным ценностям. И, между прочим, еще четыре года назад ЮНЕСКО внес домбру и произведение, которое на ней исполняется – список нематериального культурного наследия человечества. Мы оставляем нашей молодежи и будущим поколениям огромное и важное наследие. Сегодня во всех школах звучат звуки домбры вместо обычных звонков на переменах. Это большая радость – праздновать отныне и всегда национальный день добры. И мы верим, что молодежь впитает в себя культуру и традиции народа, выражаемые музыкой и через домбру. У нас есть независимость, развитая экономика. Все есть, остается только трудиться. И впереди еще новые достижения. В Тайпакском сельском округе откроют новую школу. Вместо аварийной постройки 50-х годов прошлого века в селе Шабдаршап возвели новое здание почти на 200 учащихся. С ходом работы ознакомился Аким область Алтай Кульгинов. Наши корреспонденты продолжат тему. Сегодня в селе Шабдаршап Тайпакского сельского округа проживает 745 человек. В прошлом году стены школы покинули 154 ученика. В учебном заведении работает 31 педагог. Действует библиотека. До недавнего времени ученикам приходилось заниматься в старом аварийном здании. Строительство новой школы в селе началось в августе прошлого года. Сегодня объект готовит к сдаче. Это здание более вместительное. Здесь предусмотрены отдельные учебные кабинеты. Здание осмотрел Аким области Алтай Кульгинов. Ему показали и кабинеты современных технологий. У нас 3000 квадратов на 198 учащих мест. Здесь внедрение новой технологии. Кабинеты работы техники. Стадион. Все как по современному стандарту. Средства на строительство школы выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Биви». На средства республиканского бюджета запланировано строительство водопровода. Общая стоимость свыше 445 миллионов тенге. Программа по обеспечению питьевой воды. Здесь поставлена только начинается акплаба Дарламаса. Заодно полное обеспечение газом. Надеюсь, что на следующем году, может быть, к 2020 году будет дорога аспортированная. Стоит отметить, что местность граничится Тараусской областью. Поэтому с улучшением инфраструктуры район может рассчитывать на дальнейшее развитие. Марина Горбук, Хербул Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК-42. А уже их теплоэнерго сократила задолженность передовок Астрансгаз Аймак до 244 миллионов тенге. Но, несмотря на это, ТЭЦ до сих пор отключено от газоснабжения. Руководство коммунального предприятия ведет в Астане переговоры с газовиками. Но те требуют полностью рассчитаться за голубое топливо. Наши корреспонденты увидели, как идет процесс по возврату долгов. Долги копились годами. Недобросовестные потребители пользовались несовершенством в законодательстве. Вроде бы рычаги влияния на неплательщиков имеются. Но реально контролеры сталкиваются с большими трудностями. Чаще всего их встречают в закрытой двери. Взломать их, чтобы зайти в дом, нельзя. Поэтому квитанции могут месяцами торчать в двери. Никто их и не думает оплачивать. Наложено 690 арестов на имущество, на 45 автотранспортных средств. Также судебно-мисполнительно поданы материалы в административный суд о наложении административной ответственности. И трех должников привлекли к административной ответственности в виде ареста на один сутки. Есть такие должники, которые на все разговоры, на все просьбы не идут нам на встречу. И не понимают, что страдает простой житель, который оплачивает задолженность ежемесячно. Мы просим их, убеждаем, просим подойти также, чтобы составить гарантийные обязательства. Но люди не понимают и некоторые даже с агрессией нас встречают. Улица Короленко, 32. В этом пятиэтажном доме долги за отопление и горячую воду превышают 600 миллионов тенге. И таких многоэтажек в областном центре сотни. Отключение ТЭЦ от газоснабжения повлияло на работу сотрудников АО «ЖЭК Теплоэнерго». Вместо привычных служебных обязанностей им приходится ходить по квартирам должников. Сумма долгов варьируется от 30 до 96 тысяч тенге. Наши контролеры проводят работу, они с 9 часов обходят. Но, как в основном все рабочие люди, приходится им обходить вечером. Сейчас у нас порядка 8 групп работают. Выездных групп обходят квартиры с 6 до 9 вечера. Напомним, что в Уральске из-за огромных долгов АО «Каз Трансгаз Аймак» отключило газоснабжение ТЭЦ. Из-за этого потребители вынуждены обходиться без горячей воды. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. 1 июля изменился размер базовой пенсии. Он будет увеличен на 67%. В январе вырос размер солидарных пенсий на 8%, базовый – на 6%. Теперь новый метод начисления будет связан с трудовым стажем. Она будет назначаться от 54 до 100% от прожиточного минимума. Но и это еще не все. Обо всех изменениях в нашем следующем сюжете. Более двух миллионов казахстанцев будут получать повышенную пенсию, согласно данным Минтруда. Половина из них получит базовую пенсию по максимальной ставке. То есть отныне размер базовой пенсии будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в системе. Перерасчет будет произведен всем. Изменится сумма автоматически, и для этого не надо идти куда-то. Для тех, кто только собрался выйти на пенсию, расчет будет производиться по новому методу. Перерасчет базовой пенсионной выплаты будет осуществляться в зависимости от стажа участия. До января 1998 года по солидарной системе. То есть будет учитываться трудовой стаж по трудовым книжкам, по трудовым договорам. После января 1998 года по накопительной системе. Это как общее количество месяцев, за которые поступали обязательные пенсионные взносы в накопительный пенсионный фонд. Прибавку на жизнь получат не только пенсионеры, увеличится число получающих пособия граждан. Вернее, новых получателей. Это те, кто ухаживает за совершеннолетним инвалидом с детства. Около 30 тысяч тенге ежемесячно и пожизненно. Это позволит качественно улучшить уход за людьми, которые нуждаются в посторонней помощи. Для назначения пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства, если заявитель дееспособный, то он имеет право выбрать лицо, которое будет осуществлять уход за инвалидом первой группы с детства, достигшего 18 лет. Если инвалид недееспособный, то нужен документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над инвалидом первой группы с детства. Для лица, определенного как осуществляющего уход за инвалидом первой группы с детства, это нужен документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособия. На все эти цели уже предусмотрено 128 миллиардов тенге в республиканской казне. И, как опять-таки отметил Минтруда, данные новшества соответствуют принципу социальной справедливости, усилению мотивации и многому другому. Ибо чем дольше работаешь, тем больше получишь в старости. В Западно-Казахстанской области утонул 57-летний мужчина. Об этом сообщили в департаменте ПЧС. Трагедия произошла на озере возле поселка Серебряково. Сотрудники экстренных служб просят уральцев купаться только в отведенных для этого местах. Ни в коем случае нельзя заходить в воду, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 30 июня текущего года в оперативную дежурную службу департамент ПЧС поступило сообщение о том, что 29 июня текущего года ушел в пасти овец гражданин нашей области и не вернулся. На поиски данного гражданина были привлечены силы оперативно-спасательного отряда. И 30 июня текущего года труп был обнаружен в реке. Сейчас по данному факту назначена судебная медицинская экспертиза. Причины будут устанавливаться. В Уральске на пешеходном переходе сбили молодую женщину. ДТП случилось 2 июля около 11 часов дня на пересечении улиц Мухита и Ихсаново. Очевидцы утверждают, что этот перекресток очень опасен. На нем постоянно происходят аварии. Сестра пострадавшей 29-летней женщины плачет. Она говорит, что они вместе переходили дорогу. Шли на зеленый сигнал светофора. Неожиданно прямо на них выехал автомобиль ВАЗ-2104. Он сбил молодую женщину. На место ДТП прибыла машина скорой медицинской помощи. Моя родная сестренка вышла по делам в сторону банка и переходила на зеленый сигнал светофора, и ее сбила машина, не пропустив ее на пешеходе. Я не знаю, сейчас делают обследование, у нее сильный ушиб, болевой шок. Я не знаю, что делать. Уже каждый день здесь у нас дети ходят. Пускай что-то, не знаю, светофор, в конце концов, пусть вернут. Здесь каждый раз ДТП. После ДТП вот светофор сбили и до сих пор не восстановили на место. Водитель от комментариев на камеру отказался. Он заявил, что признает свою вину. Мужчина не ожидал, что одна из женщин пошла назад. Здесь водителям все равно, что дети ходят, они на красный пролетают. То есть лучше сначала посмотреть, что никого нет вообще на дороге, а потом уже переходить, потому что даже на зеленый здесь опасно переходить. Девушка, когда переходила, он просто, он даже, по-моему, не затормозил, не успел. И вот он, когда сбил ее, он только тогда начал тормозить. В управлении здравоохранения уточнили, что пострадавшая доставлена в городскую многопрофильную больницу. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб поясничного отдела позвоночника. Роман Копнеев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Пыль с толбом. К нам в редакцию обратились люди, живущие по улице Кердери в районе областной клинической больницы. Участок дороги не асфальтирован. Из-за закрытия на ремонт улицы Курмангазы на этой улице резко возросла интенсивность движения. Жители города просят хотя бы почаще поливать проезжую часть водой, чтобы не поднималась пыль. По ней ездят сейчас по Кердери все автобусы, все машины. Чем дышать детям вообще и нам. У нас окна выходят в доме, на улицу все. В доме духота, если окна закрыть. Если открыть, то мы задыхаемся от пыли. Кадры любительской съемки сняты вечером, когда на улице Кердери более-менее спокойно. Днем здесь проезжают пассажирские автобусы. Следом за транспортными средствами поднимаются клубы пыли. Это улица Кердери, район центральной части Уральска. Как мы видим, сейчас здесь невозможно дышать из-за пыли. Люди уже устали жаловаться. Автобусы ходят. Вон дома, смотрите, все в пыли, трава вся в пыли. Никто ничего не делал. Хоть поливали бы. Формушку вообще здесь все перекрыли. Не переехать не видят. Все ходят так в круговую. Окна можно открыть, сейчас лето, духота? Нет. Все закрыто. Вон машина стоит, вся в пыли. Вчера только мыл. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на улице Курмангазы ремонт проезжей части близок к завершению. Участок автодороги скоро откроют. На ремонт улицы Кердери уже разработана проектно-сметная документация. При выделении финансирования работы могут начаться уже в этом году. Сейчас у нас в плане 50 улиц в этом году. 50 улиц. Какие-то улицы мы перекрываем. Сейчас стесненное движение на многих участках. Но мы прекратительно все это оповещаем жителям. Просто просим автолюбителей заранее планировать свой маршрут. То есть, чтобы не было таких неудов, чтобы проб не стоят. По тем участкам, где осуществляется объезд, мы держим связь с ЖКХ. То есть, на эти улицы у нас посылается поливомойка. Через каждые 5 минут они не могут там ставить. Но в день 2 раза они проливают этот участок. Объезд пыли не проводят. Но в связи с тем, что эти дороги у нас без асфальта, естественно, пыль иногда поднимается. Стоит отметить, что в Уральске половина дорог нуждается в асфальтировании. Роман Котняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. На чемпионате мира по футболу, который проходит в соседней России, страсти накаляются. Далее в выпуске мы представим краткий обзор последних новостей чемпионата. В России стартовали матчи 1-8 финала чемпионата мира 2018. Первый матч между Францией и Аргентиной завершился со счетом 4-3. В первом тайме команды забили по одному мячу. Второй тайм принес болельщикам еще 5 голов. Итоговый счет 3-1 в пользу Франции. Два гола Кавани отправили Португалию домой. Уругвай обыграл Португалию в 1-8 финала. В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с Францией. Россия, удержав ничью, обыграла Испанию. В серии пенальти. Хозяева побеждают в первой серии послематчевых пенальти на чемпионате мира 2018. Игнашевич открыл счет голом своей ворота. Дзюба сравнял с пенальти. Хорватия лучше Дании исполнила серию пенальти и вышла на Россию. Хорватия поборется с Россией за выход в полуфинал. Дания проиграла, показав свою лучшую игру в нападении на турнире. Акжаик разучился побеждать. Подопечные тренера Артура Авакянца потерпели четвертое поражение подряд. А в матче чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер Лиги Акжаик принимал Кустанайский табол. Гости смогли выдержать стартовый натиск хозяев и навязали свою игру. Акжаик вышел на матч с Кустанайским таболом, имея в пассиве три поражения подряд. К тому же команду покинул лучший бомбардир украинский нападающий Адренсола Эсиола. Первая половина встречи прошла без забитых голов. На игру команд повлияла нестерпимая жара. Но в втором тайме кустанайцы начали находить бреши в обороне хозяев. Трижды табол огорчил вратаря Акжаика Ткачука. Причем голам приводили грубые ошибки голкиперы и защитников. Только под занавес игры в дополнительное время капитан Уральцев Мирам Сапанов смог отквитать один мяч. Счет игры 1-3. Игра, несмотря на счет, как бы введение по счету, все-таки была для нас очень сложная. Во-первых, погодные условия повлияли на действия, на движение, на концентрацию. И сам соперник квалифицированно играл в обороне, имел выходы в контратаку и так далее. Исполняющему обязанности главного тренера Акжаика Артура Авакянцу не позавидуешь. Команда не может обрести свою игру. Очень сложно говорить после поражения, особенно когда оно, можно сказать, не соответствует игре. Но что случилось, то случилось. Еще раз говорю, мы не будем останавливаться, мы будем идти. Я думаю, сейчас открывается транспортное окно, и мы усилимся однозначно. И будем идти дальше. Путь у нас сложный. Никто здесь не старается, не хочет закончить это быстро сегодня и завтра. Путь сложный, длинный. Мы будем играть до конца. И я думаю, те люди, которые сегодня покинули раньше времени, значит, нам с ними не по пути. Мы будем играть до последней минуты чемпионата. После проигрыша Акжаик опустился на восьмое место в турнирной таблице. 7 июля уральцы пройдут матч на выезде против карагандинского «Шахтера». Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. И в завершении выпуска коротко о погоде. Западно-казахстанской области и город Ураск остается во власти сильной по-настоящему летней жары. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время понижение температуры не ожидается. Как сообщили в филиале КАЗ «Гидромета», в городе и области сохранится жаркая погода. Это связано с антициклоном, в котором южными и юго-западными ветрами выносится горячий воздух со Средней Азии. Синоптики прогнозируют днем 43 градуса жары. Такая жара была в 2011-2012 году. Температура воздуха в городе тогда поднималась до 41 градуса тепла. В середине недели с разрушением этого антициклона к нам начнет поступать более свежий влажный воздух, который обусловит спад жары до 30 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются и грозы. Вторую половину недели. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите самые свежие и интересные новости на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР ПОГОДЫ Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи, роллшоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева, фото-жалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью, продажа и установка натяжных потолков, матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки, потолки с фотопечатью, ширина полотна до 5,5 метров. СПОНСОР ПОГОДЫ